Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Васильич. Сегодня будем готовить рисовую кашу, то есть использую рис наш с копченостями. Я тут начал резать, не дорезал, а используем копченые гузики. Также приготовил, нашинковал, нарезал луку, луку, морковь, морковь, сальца, без шкурки, без ничего, вот подрезал, чтобы вытопить нам. Рис был у нас такой, сказать, жирненький. Чеснок, ну и аромат, он идет как для плова. Приправа первый раз взял, не знаю, ароматный плов с курицей, это то есть для риса добавляется. Попробуем, это трапеза на второе. Вот такой вот придумали, то есть там приправки как раз будет. Берем кастрюльку, беру кастрюльку и маленько-маленько, потому что рису много будет, надо придать, чтобы он не слепался. И сейчас я беру всего лишь маленько, вот, прикрыть нам донышко, чтобы... Сейчас придадим температуру, он как бы запах газ, подсолнечное масло. И ложим, вот так, нарезано она, как шкварка будет, сало. И в первую очередь начнем мы ставить на конхорочку, на конхорочку и это дело зажаривать. Зажаривать. Иду, включаю нашу конхорочку, вот, сейчас краснота появится, значит функционирует. Да, все, рабочее. И пускай жарится. Теперь идем мы. Горел начал делать. Ой, колотенчик упал. Гузьки наши, копчености. Технология, вроде бы, такая же, вот смотрите, такие, я беру, вот, на три части. На три части разрезаю, на три части разрезаю. Ну, чтобы в каше находились, потом. Вот, видите, гузак. Вот, возьмем с боку, вот, еще с одного боку, ага, здесь с краешком, вот так вот, разбираем его. Будет очень вкусно у нас. Вот эти вот копчености. Не смотрите, не смотрите, скажете, вот, васильич, режет гузики и использует. Мог бы что-то и купить подороже. На вчерашний день, на вчерашний день, вот эти вот гузики у нас стоят 500 рублей килограмм. Видите, два килограмма свинины можно взять. Вот так, ребята. Видите как. Вот. Так что, не экономим. И не из дешевых продуктов получается. Вот. Где-то так. Следующее, сейчас мы пойдем помешивать уже, у нас шкварчит, то есть, сало обжарим и добавляем лучок. Лучок обжариваем, следом идет у нас морковь, морковочку, все это дела. Засыпаем по всей нашей, где готовится будет вот эта вот каша наша, кастрюльки. То есть, где-то на сантиметр я засыпаю, засыпаю. Ага. Все. Наливаю где-то с два пальца воды выше крупы. То есть, нашего риса закрываем. И будем 30 минут, 30 минут ждать, не перемешивая. Ну вот, процесс идет. Распределяем. Зажариваем. То есть, начал топиться, у нас. Сало топится. Значит, непосная будет у нас кашка. Вот. Каша с копченостями или плов с копченостями. Где-то так. Вот, видите, у нас зажаривается и стреляет. Значит, берем лучок. 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 Умешали там. Все. И высыхает лучок. И так распределяем слишком. Пускай у нас зажаривается. 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 Ну вот, зажаривается лучок. И добавляем мы сразу к морковочке. Морковочке. Тоже, чтобы зажаривалась у нас морковочка. Вот так вот. Сейчас еще обжарим. Обжарим. И будем добавлять копченостей. Копченостей. У нас клочится. Жарится. Вот так вот. Однородную массу. Сделаем. Вот. Пускай зажаривается. Ну, он у нас обжарился. Ну, что, с морковочкой зажаривать до темноты не будем. До темноты. Вот. Помешали. Ничего не прилившее. Все нормально. Теперь мы берем, высыпаем, ну, размещаем. Вот так вот он резанный у нас. Мелко не стал. Потому что, чтоб больше отдавал свой вкус чеснок, перемешается. Все любители тут съесться никто выбрасывать не будет. Вот так вот. Таким способом. Берем наши топчености. копчености и распределяем тоже по нашей поверхности. Вот так вот. Даже можно сейчас перемешать. Чтоб одна масса была у нас вместе. Сучок. О, чесночок. попер. Поперло у нас такой запах. Ну, есть. Так как там не солено. Вот. Специально. Вот это такая приправка. Я ее по всей по всей кастрюльке распределяю. 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 Тоже аромат пошел приправы. Сейчас берем мы это все распределяем. Распределяем. Разравниваем. Вот так вот, чтобы одинаково было. Вот. Сейчас засыпаем рис. И берем и вот так вот по краям на центр везде вот мы засыпаем. Обсыпаем нашу поверхность. Вот так вот. Вот так вот. Ну, где-то так. Где-то так, видите. Обсыпал. Сейчас воды ну, на два пальца выше засыпанного. Луше засыпанного. Вот. Наливаем. Закрываем крышечку и пускай у нас готовится. Вот. Если в кипении будет большое, то мы огонек убавим медленно, чтобы прело у нас на привало. ну, где-то вот так вот. Как раз. Даже меньше. Вот. Закрываем. Закрываем крышкой. И 30 минут ждем. Не помешивая. Ну, вот. Прошло 30 минут. Открываем и смотрим. Видите, как красиво все. Теперь мы берем и промешиваем все снизу. Вот. Равномерно. Вот. Видите, как у нас получается не куском, а разваристо. Вот. разваристая кашка. Плов. Плов. Видите. Как. Самый раз. красота. Ай, красота. Кашу, лучок, морковочка. Вот. Все. Выключили. Можем можем миксить. Ставел туда. Там разбираться дальше. Ча-па-чам. Накладывать. Вот. Где-то так. аромат идет, ребята. Это что-то. Это что-то. Будем накладывать. Будем накладывать. Видите. Рассыпчатый. Рассыпчатый. Рассыпчатый плов. Берем. Со дна. И накладываем. Рассыпчатый. Вот. Наш плов. Перемешаем еще, чтобы однородный был. Вот так однородный был. И не видать, что с добавлением жира какого-то, что-то. Даже и жареного нашего сала не вижу. Вот. Одни гузики. Вот. Где-то так. Вот так вот. Горячее. Ну что, ребята. Попробуем наш плов в кашу. Соленая, не соленая. Вот. Потому что приправы соленые были. Гузки тоже копченые, а не соленые. Ну. Аромат. Приправы. Своеобразный рис. Приготовился на копченосях. Лучок тоже не хрустит. Распарился. Чесночок. Ой, горячая. Чесночок тоже дошел у нас. Ну, ладно. Что-то приготовим. Что-то приготовим. Галища съест. Приятного аппетита. С вами был Василий. С вами был Василий. До встречи. Пока-пока.